Еще один признак Судного дня сбылся. И я не мог себе даже представить, что это может произойти в наше время. Этот признак меня шокировал больше всего. А люди даже не обращают на него внимания. Я говорю о поклонении Аль-Лат и Аль-Уззи на Аравийском полуострове. Прямо сейчас есть люди, которые служат Аль-Лат и Аль-Уззи. Это осталось давно в прошлом. У них нет ни одного храма, все превратилось в камни. Знаешь, христиане ведь выделяют много денег, чтобы привлечь людей в свою веру. Атеисты призывают следовать своим страстям и делать все, что вздумается. Но кто бы мог стал поклоняться Аль-Лат и Аль-Уззи? Другим сбывшимся признаком прямо перед нашими глазами стало соревнование бедуинов, которое в прошлом было необразованным. Постройки высоких зданий. Кажется, семь самых высоких зданий в мире прямо сейчас находятся на Аравийском полуострове. Бурдж-Халифа, Бурдж-Араб и так далее. Это невероятно. Мы наблюдаем за тем, как это все происходит. Просто представь, еще Аллах и Аль-Уззи. Я видел в интернете фотографии людей в арабских странах перед статуями. Это были их личные статуи, а не какие-то в музеях. Они выставляли то, как им распространиться и стать еще больше. Но удивителен тот факт, что это уже произошло. Останник Аллах, мир ему благословений, сказал, день суда не наступит, пока люди не вернутся к поклонению Аллах и Аль-Уззи. Я даже не мог представить, что этот признак сбудется сейчас. Это наша реальность. Это определенно доказывает пророчество Мухаммада, мир ему благословения. Особенно этот признак, потому что именно он уничтожил их статуи. И зачем тогда ему вообще говорить, что их религия вернется? Когда они разрушили эти статуи, эта религия на Аравийском полуострове полностью исчезла. Это произошло не в Европе. Тогда, возможно, они попытались бы восстановить ее. Это не что-то вроде индуизма и так далее. Абсолютно никто больше не поклонялся этим идолам. Это не имеет никакого смысла. А этот признак сбылся прямо у нас перед глазами. Но никто об этом не говорит. Еще один признак мне показался интересным. Я говорю про реку Ефрат. В Хадисе не говорится, что она должна именно полностью высохнуть. Там говорится, что она откроет гору золота, что наводит на нас к мысли, что она высохнет. Прямо сейчас Турция, Сирия, Ирак и Иран находятся в конфликте за реки Ефрат. Большинство людей не знает об этом. Они не знают, эти страны противоборствуют в 60-х годах. А теперь подумай об этом. Мы знаем, что река высыхает. Министерство Ирака утверждает, что она полностью высохнет в 2040 году. Как я и сказал ранее, она не должна высохнуть полностью, чтобы появилась гора золота. Даже в Хадисе говорится, что она именно откроет ее. Эти страны уже в отчаянном положении, так как половина из них пострадала от войн. Конечно, если запас воды уменьшится, а под ней будет золото, то люди будут бороться за него. В этом во всем есть смысл. Во времена пророка, мир ему благословение, эти земли не принадлежали мусульманам. И что же говорится в конце хадиса? Если кто-нибудь из нас обнаружит это золото, то не боритесь за него. Ничего не берите оттуда. Он же не приказал это христианам. Он обращался к мусульманам. Да, это так мудро. Если мы посмотрим на пророчества, которые сбылись, их невозможно будет отрицать. Даже если мы возьмем Константинополь, который сейчас является Стамбулом. Постанник Аллах, мир ему благословение, сказал, что мы победим, что он будет принадлежать нам. Это не происходило в течение многих поколений. Мухаммад аль-Фатих завоевал его намного позже. Если бы он сказал, к примеру, Тибет, то тогда люди могли бы возникать. Ой, это же не произошло. Но хвала Аллаху, пророчество сбылось. Когда пророк мир ему благословение говорил о том, что они победят персов, римлян и возьмут Константинополь, это происходило во времена битвы Урва. Мусульмане были на грани вымирания. Люди не осознают важности битвы Урва. Все эти племена мушриков объединились, чтобы напасть на Медину и строить геноцид, покончить с мусульманами раз и навсегда. Эта битва отличалась от тех, что были при Бадре и Табуке. Она должна была стать концом мусульман. Мусульмане также были в тяжелом финансовом положении. Существуют в этом известные рассказы о том, что они привязывали камни к животам от голода. И в этот момент, когда пророку угрожало полное уничтожение, он говорил своим сподвижникам, что придет время, когда вы одолеете две самые мощные суперсилы. Остамбул будет принадлежать мусульманам. Тогда в это время было сложно поверить. Когда в хадисе происходит, приходит пророчество, просто верь в него. Если ты ничего не понимаешь, то подожди, посмотри. Мы верим в сокровенное, но то, что эти пророчества сбылись, все равно вызывает восторг. И многие пророчества исполняются и в наше время. Все эти высокие здания, сподвижники даже не понимали, что означает понятие высоких зданий. Но это случилось с теми же самыми племенами бедуинов. И как же мы после этого не видим истину ислама? Один из наших хороших братьев, пусть Аллах вознаградит его, поведал мне кое-какую информацию, и я начал изучать ее глубже. Ученые уже говорят о том, как земля может сойти со своей оси. И если эта ось двинется, солнце взойдет с запада. Они говорят, что это неизбежно. Они сказали, что это неизбежно. Да, Боже мой. Это всего лишь вопрос времени. Люди должны покаяться, потому что, когда это случится, двери покаяния уже будут закрыты. Пусть Аллах, Свят Он и Велик, защитит нас и поведет прямым путем. Знаешь, что ужасно? Когда мы слышали это в хадисе, многие из нас не восприняли это всерьез. Но когда ученые начали об этом говорить, это ты хорошо подметил, Боже мой, Свят Аллах. Каждый раз, когда что-то ты узнаешь из Корана или хадисов, ты должен воспринимать это очень серьезно. Пророк никогда не ошибался. Сто процентов. Я обучал Сири. Число чудес и пророчеств просто невообразимо. И они касаются не только солнца, восходящего с запада. Существовали и маленькие предсказания. Пророк Мирму Благословения говорил, ты пойдешь туда-то и туда-то и найдешь такого-то человека, и он тебе скажет то-то и то-то. И потом так и все происходило. Он говорил о том, что, как люди будут путешествовать в безопасности между городами. Он, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, Айше, да будь доволен ее Аллах, о том, что произойдет в будущем. Ты пойдешь туда, и собаки будут лаять и так далее. И все эти события каждый раз происходили точь-в-точь, как он предсказывал. Ты не можешь просто предполагать и угадывать, как все будет. Знаешь, Настрадамуса, так вот он говорит что-то вроде, «Орел залетит с запада», и все такое. О, он говорил об Америке. Люди просто предавали смысл его словам, когда этого смысла и не было. Он столько всего предсказал неверно, но все обращают внимание только на те 10 вещей, которые он предугадал. Это были его догадки, или не знаю, с чем он там работал. Но каждое пророчество из Корана, хадисов, сбылось на 100% корректно. Это не могли быть просто догадки. Время, место и обстоятельства. Да, это прекрасно, Свят Аллах. Братья и сестры, не забывайте делать дуа за Палестину. На видео вы видите отчеты о помощи палестинскому народу. Иншаллах, это не конец. Мы продолжаем сбор для наших братьев и сестер из Палестины по раздаче продуктов и горячего питания, а также для Африки и Бангладеш. Раздача тысячи мусофов Корана, постройка десяти колодцев, одной мечети с мадресы и посадка десяти пальм. Давайте окажем нашим братьям и сестрам свою помощь и поддержку, чтобы заслужить награду от Всевышнего. Не упустите этот шанс. Все отчеты также на аккаунтах, указанных в описании под этим видео.